Эта программа говорит губерния. Ну что, теперь можете позвонить и высказать 45-66-45. Вот вы считаете, если ваши соседи не платят коммуналку, надо войти в их положение или... А может быть, вот такой вот вариант, значит, у них проблемы и плевать на других? Ну да. Хотя это на других проблемах. Но всё-таки мы хотим прежде всего поговорить об этом с юридической точки зрения. У нас снова в гостях Геннадий Игоревич Чесноков, юрист в сфере ЖКХ. Добрович. Ну, во-первых, мы с вами, как правило, говорим про права жильцов, но есть же обязанности. Вот насколько мы обязаны вовремя оплачивать коммунальные платежи? Настолько же, насколько мы хотим получать услуги за свои оплаты. Соответственно, у нас никто не хочет приходить в магазин, оставлять свои деньги на кассе и уходить без продуктов. Это пример того, как зачастую мы платим своевременно за услуги ЖКХ, но при этом не получаем должные услуги от управляющих компаний или ТСЖ. Но абсурдно было бы представить и обратный пример, когда мы, не оставляя денег, забираем продукты бесплатно с собой. Ну, тем не менее, вот как раз тот пример. Где-то несколько дней назад нам прислали жалобу из дома. На всякий случай не буду называть адрес, чтобы не было разглашения персональной информации. Жалуются на то, что управляющая компания ООО МКД, известная в конце, в самом конце рейтинга управляющих компаний, об этом тоже можем еще поговорить. Так вот, что они там ничего не делают. Давайте посмотрим. Плохой дом. Да, да. Вот это содержание и ремонт жилья, в котором находится, получается, за которое должна пройти управляющая компания. Вот говно, в котором жит, уборщицы нету. Вот грязь. Управляющая компания есть, но она свои обязанности не выполняет. Вот дверь открыта, называется предбанник, в которой должна быть закрытый доступ. Она открыта, в самом доме содержится мусор в этом предбаннике. Вот пакеты, в которых содержится мусор. Вот она свалка. А вот интересно, а кто этот мусор разбросал? Вот работники в управляющей компании пришли. Да, но самое главное, что когда мы, естественно, позвонили в управляющую компанию, там нам показали ведомость, можно показать ее аккуратно, без указания фамилии, и показали, что там 70% не платят коммуналку. Там, правда, такой нюанс, там живут не собственники гвардии, а в основном по социальному наивку. Слушайте, ну там не такие большие суммы, да, насколько я понимаю, по тысяче, по две. Как вы считаете, имеют люди право требовать выполнения обязанностей коммунальщиков, если они не оплачивают коммуналку вовремя? С МУП ОМКД отдельная вообще история, но в целом, отвечая на ваш вопрос, всегда в доме есть хотя бы один житель, который платит. И, соответственно, он рассчитывает обоснованно, что ему окажут услуги. Поэтому управляющая компания не может оправдаться перед всеми жителями, особенно перед теми, кто платит, что, мол, смотрите, ваши соседи мало платят нам, соответственно, нам не хватает денежных средств, поэтому мы вам делать ничего не будем. Тем более, давайте сразу вспомним, что у нас, согласно договору управления, зачастую три конкретных самостоятельных статьи расходов управления, то есть, по сути, это доходы управляющей компании. Это содержание, которое идут на исполнение минимального перечня, хотя у нас, по факту, максимальный перечень по содержанию жилья, и целевые денежные средства, текущий ремонт. То есть, текущий ремонт действительно может не хватать этих средств на ремонты подъездов, но содержание, оно должно выполняться. У нас есть телефонный звонок. Любовь Дмитриевна нам дозвонила. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, а я бы вот что хотела сказать. Я очень дисциплинированный человек, и плачу всегда вовремя, но вот те, кому я плачу, они вот квитанции не вовремя доставляют, и при том еще в разное время. А еще, наверное, они просят заранее оплатить им за три месяца, да, наверное? Потому что ждешь, ждешь квитанцию, и никак не дождешься. А сейчас еще грозят вообще отказаться от квитанции. Так вот, такой долгов будет еще больше. Спасибо. Кстати, очень интересный вопрос. Если мне не вовремя принесли квитанцию, я имею право не заплатить? Ну, у вас есть по жилищному кодексу обязанность оплачивать. Другой вопрос, как вы это будете делать. И в этом плане, мне кажется, все-таки необходимо продвигать систему электронных платежей, в том числе через известные банки, которые предоставляют такую услугу, да, то есть автоматические списания. Тогда вам не нужно ее ждать. Тем более, что, когда мы говорим об управляющей компании, зачастую это стандартный размер платы, твердый размер платы, который не меняется от месяца к месяцу. Но вы же понимаете, что пенсионерам будет несколько трудно, ну, вообще, как минимум, затруднительно. Да, не всем, да, многие пенсионеры сейчас прекрасно владеют техникой, даже лучше молодых. Но, тем не менее, так вот, либо выборочно отказываться от доставки квитанции, либо поголовно. Я не говорю слово «отказываться», я говорю «переходить». Это должен быть долгий, объективно регулируемый процесс постепенного перехода, начиная от молодежи более старшего поколения, перехода на электронную систему. У нас, я прошу прощения, вас перебью, у нас телефон, телефонный звонок от человека, который не платит. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Почему не платите? Ну, во-первых, почему я не плачу? Я считаю, что да, есть у меня обязанность по закону оплачивать услуги управляющей компании. Но тут ключевое слово «услуги». Услуги должны оказываться. А у меня управляющая компания, вот с начала зимы, в настоящий момент ни разу не почистила во дворе пешеходные дорожки, несмотря на то, что я регулярно туда заявляю. А вы не платите вообще? Вообще вы заезжаете на пешеходные дорожки. Простите, я хотел уточнить, вы не платите вообще ни за что? А я не могу платить отдельно за то, что я получаю, и не платить отдельно за то, что я не получаю. Потому что управляющая компания сделала нам единую квитанцию. А сколько вы не платите уже? И бесполезно. А потому что так захотела управляющая компания. А сколько вы не платите уже? А вот сколько существует у нас эта управляющая компания уже два года? Вот я ни копейки им и не плачу. И не буду платить, пока они не начнут оказывать услуги. Или не уйдут. А Виктор, а гипотетически... Я их считаю, плажами и мошенниками. Виктор, а гипотетически, вот наступит день, когда вы проснетесь, выйдете во двор и видите, что у вас все почищено прекрасно, вы сразу все долги погасите или как? Да, легко. У меня хватает на этот свет. Хорошо. Спасибо. На самом деле, очень хороший вопрос. Если я считаю, что, к примеру, у нас не чистится именно... Вот за уборку снега я не хочу платить. Да, мне право не платить. В графе же есть услуга, значит, уборка, там территория. Она не оказывается. А как ее оплачивать тоже? Смотрите, сначала разберем, что у нас есть услуги собственной управляющей компании. И зачастую у нас до сих пор еще есть управляющие компании, которые выставляют за электроэнергию, холодно-горячее водоснабжение, водоотведение и отопление. Собственники дома, не доверяя своей управляющей компании, могут проголосовать за заключение прямых договоров с ресурсоснабжающими организациями. И то есть, соответственно, от каждой ресурсоснабжающей организации они будут получать квитанцию и смогут оплачивать. Тем самым они, с одной стороны, исполняют свою обязанность по жилищному кодексу, с другой стороны, избегая той ситуации, когда они не могут или не хотят платить недобросовестно управляющей компанией. И точно так же, когда они готовы оплатить управляющей компанией только часть, они могут заплатить с назначением платежа и указать за услугу управления такой-то управляющей компанией. Это должно быть решение собрания. Один человек сам не может так решить. Переход на прямые договоры, да, он предусмотрен жилищным кодексом в рамках проведения общего собрания. Но и все-таки, если в данном случае человек ни разу не заплатил управляющей компанией, я так подозреваю, что они могут вполне на него подать в суд? Конечно, и они взыщут. Для того, чтобы этого не произошло, нужно не просто не платить, а нужно, соответственно, писать заявку в управляющую компанию по факту неоказания услуги, затем актировать либо с участием управляющей компании, либо с участием соседей, писать в управляющую компанию претензию о перерасчете за неоказанную услугу и в конце месяца, точнее, в начале следующего месяца получать квитанцию уже с перерасчетом и оплачивать квитанцию уже с перерасчетом. Светлана, нам дозвонилась. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. А подскажите, если квитанция приходит некорректно, то есть приходишь в ДЭГО, они говорят, ну да, сумма выставлена некорректно, и потом начинаются какие-то судебные раздержки, как вот у нас сейчас происходит. А квартира у нас коммунальная. Счетчик стоит один из четверых членов семьи. Ну, спасибо. Это, в принципе, продолжение того вопроса, который я вам уже задавал. Я как потребитель услуг обязан знать, сколько я должен заплатить, или мне вот поставщик должен обязан все расписать точно? У вас у обоих есть обязанность. У поставщика услуги обязанность указать, а у вас оплачивают. Но в данном конкретный звонок, он скорее связан с тем, что как быть, если неправильно посчитано. В этом ситуации необходимо заплатить, но одновременно с этим написать заявление, где либо задать вопрос, почему именно так, либо конкретно высказать свои претензии, что у вас есть неправильные начисления, на самом деле, допустим, по прибору учета другие. И в этом же вопросе там был момент, связанный с тем, когда у нас несколько собственников, допустим, да, или коммунальные квартиры. Есть такое понятие, как разделение лицевых счетов. Когда по количеству собственников можно разделить лицевой счет, и, соответственно, каждый конкретный собственник будет нести ответственность в пропорциональной доле в праве общей собственности на данное жилое помещение. Наталья Андреевна, нам позвонили, горячий достаточно эфир. Наталья Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. Я проживаю на поселке Горького, и ситуация сложилась такая, что в декабре месяце управляющая компания выставила счет за коммунальные услуги, в которых ввело, значит, в котором в квитанции включены общедомовые расходы в сумме 540 рублей. Значит, дом пятиэтажный, кроме лампочек на этажах, больше ничего нет, то есть нет ни лифта, ничего. На мою жалобу, которую я отправила в декабре месяце управляющая компания, не ответила. Квитанцию я оплатила, но вот эту сумму 540 рублей я оплачивать не стала. Правильно ли я поступила, или как мне быть в данном случае? Вопрос немножко неправильный, неправильный. Давайте так, квитанцию нужно оплачивать, но когда у вас есть сомнения в правильности начислений, вы должны обращаться в управляющую компанию. Что касается крысой, то есть коммунальные ресурсы на содержание общего имущества, там они предусмотрены законодательством. То есть управляющая компания не по своей воле что-то включает или исключает, это требование законодательства, что раньше это были коммунальные услуги, теперь это жилищные услуги, которые начисляет управляющая компания. И, соответственно, если вдруг не ответили, напишите повторно в управляющую компанию, укажите конкретно с приложением квитанции, но у нас очень многие собственники на общем собрании принимают решение о распределении платы за крысой по показаниям общедомого прибора учета. То есть вот сколько потребил общедомый прибор учета за вычетом индивидуальных приборов учета, все это разделяется на всех собственников квартирного дома. Поэтому, возможно, просто где-то есть либо незаконное потребление, либо повышенное потребление. Опять же, обратитесь к управляющей компании с просьбой разъяснить причину повышенного объема коммунального ресурса на содержание общего имущества. И совместными усилиями, я думаю, эту проблему можно решить. Есть у меня вопрос от наших телезрителей. По газу нет договора с газовщиками, потому что никто не ходит уже три года и ничего не проверяет. Но исправно из месяца в месяц приходит квитанция с требованием оплатить обслуживание в размере 2000 рублей. Что делать? Обслуживание – это обязанность управляющей организации, которую она осуществляет путем заключения договора с теми, кого мы в просторечии называем газовщиками. То есть, соответственно, за исполнение, неисполнение обязанностей несет ответственность управляющая компания. Достаточно громкий случай. В случае каких-то аварий у нас кто первый несет ответственность, в том числе уголовную? Управляющая компания за хлопки, за взрывы газа. Поэтому оплачивать надо, но надо в рамках работы совета дома контролировать, каким образом ваши денежные средства управляющей компании используются. В том числе по такому щекотливому вопросу, как газ. Потому что это угроза жизни и здоровья. И последний вопрос. Имеет ли право житель потребовать рассорванный договор на том основании, что его управляющая компания, как в данном случае, о котором мы рассматривали, ОМКД, оказалась на последнем месте рейтинга управляющих компаний? Потому что никто не хочет платить деньги отстающим. Ну, тут вопрос не в остающих. Проблема с МУП ОМКД, что в теории это должна быть компания эталон. То есть не то, что хуже нельзя, а скорее вот так нужно делать, так должна работать управляющая компания, если была бы нормальная муниципальная управляющая компания. Но, к сожалению, сложилась ситуация, что у МУПа очень большие долги, денег на счетах нет. И вопрос о том, что, насколько я помню, в управлении этой организации находится порядка около 400 или 500 даже домов. Вопрос, а где деньги собственников, которые они копили на текущий ремонт годами? Сейчас вот по вашему вопросу, да, дома переходят к другим управляющим компаниям. Как они это делают? На общем собрании принимается решение расторгнуть договор с управляющей компанией, МУП ОМКД в связи с неисполнением данной управляющей компании и условия договора управления. Собственники выбирают другую управляющую компанию. Так вот, новые управляющие компании через суд пытаются выбить с должника муниципального монетарного предприятия деньги, накопленные собственниками. Это целевые деньги. Речь идет о десятках миллионов рублей, учитывая количество домов. Это вопрос, которым в Хабарске почему-то не хочет заниматься ни прокуратура, ни следственный комитет. Но речь идет о миллионах, которые куда-то пропали. На минуточку у нас МУП ОМКД находится, точнее заявление по этой компании находится в арбитражном суде по вопросу банкротства. То есть денег нет, долги есть, а банкротство в процессе. Ну а еще все-таки практический совет нашим зрителям. Вот выбирать управляющую компанию в соответствии с рейтингом, то как лучше работает? Нет, потому что профессионалы, которые связаны со сферой ЖКХ в городе Хабаровске, понимают, что рейтинг – это скорее красивая картинка для чиновников. А в 2018 или 2019 году меня неоднократно просили составить рейтинг управляющих компаний, а точнее разработать критерии. И каждый раз я категорически отказывался, потому что это невозможно. То есть никогда не будет объективного и актуального рейтинга управляющих компаний. Достаточно посмотреть то, что сделано у нас сейчас. Возьмем просто из 11 два всего лишь критерия. Это количество постановлений о привлечении управляющих компаний к административной ответственности и количество жалоб, которые, соответственно, влияют на начисленные баллы этого рейтинга. Так вот, чтобы управляющая компания… Возьмем две. Одна маленькая с маленьким количеством домов, 10 домов, и маленькой площадью, обычной трехподъездной пятиэтажки. Возьмем другую гипотетическую управляющую компанию, большую с 50 домами и крупными девятиэтажками. Так вот, чтобы получить максимальный рейтинг, маленькой компании нужно за год с одного дома иметь 2,5-2,5 постановления о привлечении к административной ответственности, а крупной – 5. Для того, чтобы получить 0 баллов по этому критерию, маленькая управляющая компания, нужно получить 20 постановлений о привлечении, а крупной – 40. То же самое по жалобам. Маленькая управляющая компания за год с одного дома нужно получить 12 жалоб, а крупной – 24. И, соответственно, чтобы получить минимальное количество баллов по этому критерию, маленькая компания, нужно получить 200 жалоб с одного дома за год, а крупной – 400. Вы можете представить какой-нибудь дом, который за год пишет 200 жалоб? Один дом за год. Но только если какой-нибудь очень активный житель, который каждый день что-то пишет. Нет, даже самый активный житель… Вы знаете, насколько я знаю, именно поэтому критерии составления рейтинга, они все время меняются, они следят за этим. Я просто предлагаю вот именно это отложить на следующий разговор, поскольку отдельная тема, а время подходит к концу, чтобы не забалтывать. Мы вас еще подозреваем обязательно. На гостях был Геннадий Чесноков, юрист в сфере ЖКХ. Геннадий Чесноков – их улетает.